канал таежный обитель приветствует вас сегодня я хочу поздравить всех моих подписчиков с днем леса днем работников леса или как раньше при советской власти говорили с днем лесника во мнахе у нас лесничество было и лесники были наши друзья мы сами таежники это можно сказать тоже такая когорта которая относится к лесу поэтому этот праздник мы справляли там вместе с лесниками и вообще все люди советского союза и россии к лесу относятся с особой такой симпатией потому что пятая часть всех мировых запасов леса находится у нас в россии а хвойные породы 75 процентов хвойных пород не мирового запаса находится вот у нас в россии поэтому мы как бы россияне к лесу относимся очень положительно можно сказать я не скажу что трепетно к лесу двояко там государства относятся у нас есть лесничество есть лесхозы лесничество как бы у нас охраняет и воспроизводит леса лесхозы лес промхозы они пилят лес ну лес это такое богатство которое во первых это легкие земли и без леса земля просто моментально останется без кислорода лес это рыба это мясо это животный мир которым мы любуемся это биология зоология все буквально природоведение все это лес и поэтому всех работников лесного хозяйства лес промхозов лесхозов я у меня много друзей там в этих отраслях проработала работает и поэтому я как таежная обитель лесная обитель я как бы считаю что я должен был обязательно вас поздравить и вместе с порадоваться этому дню этот день был образован в советском союзе в шестьдесят шестом году а вот дата его нынче она третье воскресенье сентября вот нынче она выпала удачно девятнадцатого воскресенья и ну она еще эта дата приуроченных тому что тысяч девятьсот семь седьмом году был учрежден первое лесной лесное законодательство вот как раз восемнадцатого или семнадцатого сентября и вот так стал день леса ну лес это буквально у нас все дома мебель березовый сок ну что ни возьми то буквально связано с лесом без леса мы никуда это тетради это книги это все 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 поэтому мои поздравления берегите лес старайтесь не ломать лишнее не рубить потому что вот в Финляндии например там очень бережно относится к лесу Финляндия маленькая страна но по лесозаготовкам она на четвертом или пятом месте в мире потому что в них там лесопроизводство налажено очень хорошо у нас пока это не шибко но есть надежда что у нас тоже будет так потому что русские долго запрягают но когда уже приспичат они быстро ездят и сейчас экологии я вот уже все знаете вы что был в экспедиции в заповеднике там вместе с учеными и я вижу что выделяются большие деньги вот делается музей национального парка экспедиции все это это тоже связано с лесом у нас там были биологи зоологи и всех мне охота поздравить и себя в том числе потому что я 40 лет провел в тайге это лес я его понимаю знаю люблю и вам всем этого желаю лес дает нам буквально все как я говорю радость любовь здоровье гармонию с самим собой с окружающим миром вот на этом я сегодня закругляюсь пока 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 до встречи не 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 не